В Твери за последние десятилетия скандинавская ходьба приобрела широкую популярность среди тверичан старшего возраста. Практикует ее и зимой и летом. Одним из подходящих и любимых мест скандинавской ходьбы в московском районе города стала Бабачевская роща. Так, несмотря на проливной дождь, состоялось плановое занятие в рамках акции от партии «Единой России. Шаги здоровья». Гостями стали депутаты городской думы, которые решили поддержать старшее поколение в здоровом образе жизни. Дождливое майское утро, а в Бабачевской роще многолюдно. Несмотря на ненастья, отменять занятия по скандинавской ходьбе никто не собирается. Участницы начинают с простой разминки. Затем тренер Светлана Никифорова напоминает подопечным технику ходьбы. Ученицы способны и при этом держатся бодрячком. А еще здесь, в большой команде, они не только занимаются спортом, но и находят новых друзей. Человек уходит на пенсию, он замыкается в себя, у него становится апатия, депрессия. И даже можно быть одиноким человеком, живя в семье. А здесь коллектив, новые знакомства, новые какие-то общения, опять же физическая активность. И как реабилитолог могу сказать, что для опорно-двигательного аппарата и реабилитации оздоровления скандинавская ходьба или северная ходьба – это просто стопроцентная гарантия. В московском районе Твери скандинавская ходьба за последние годы стала популярна среди старшего поколения. Любовь Сизова и ее единомышленники занимаются уже 10 лет. Пользу от такой физкультуры ощутила на себе в первый же год практики. Кроме того, спортсменка отметила, что этот вид спорта доступен, безопасен, не требует затрат, с собой необходимо иметь хорошее настроение и палки. Поддерживают спортсменов и депутаты Тверской городской думы. Палки нам приобрели наши депутаты. Они нам купили 10 пар палок. Эта ходьба нужна. Ну и на самом деле, кто страдает артрозами, артритами, болезнью ног, рук, очень помогает. И особенно дыхание. Бабачевская роща – одно из любимых мест у почитателей скандинавской ходьбы. Свежий воздух, удобные дорожки. Весной даже слышно пение птиц. Здесь занятия проводятся 2-3 раза в неделю. В одной команде набирается до 100 человек. У нас эта акция уже не первый год идет. Она у нас уже давно действует. Это называется акция «Шаги здоровья». Этот вид спорта доступен для ветеранов. Получается, что только надо купить палочки. Эту палочку покупали депутаты. Зак Собрания депутатов Тверской городской думы в этом участвовали. Административный район обратился с помощью приобретения еще дополнительных палок для скандинавской ходьбы, чтобы увеличить численность вот этих мероприятий. Депутаты городской думы приняли решение поддержать старшее поколение и на внебюджетные средства приобрести еще 10 пар палок для скандинавской ходьбы. Сегодня мы видим все своими глазами. Вот дождь, погода такая не очень, прохладно. Старшее поколение молодым духом, телом, своими мыслями, вот они находятся здесь. Ну, конечно, им надо помочь. Конечно, поможем однозначно, потому что я понимаю, что это важно и нужно. Я вижу это все своими глазами. И медики, и сами участники отмечают, что скандинавская ходьба улучшает общее состояние здоровья, настроение и, значит, продлевает жизнь. Поэтому, чем больше представителей старшего поколения будет вовлечено в такие мероприятия, тем выше шансы повысить продолжительность жизни тверичан. Молодцы! Умнички! Идем! Чук-чук-чук-чук! Еще, еще, еще!